В Москве снимается голливудский фильм «Максимальный удар». Одну из главных ролей в этом фильме играет голливудская звезда Байлинг. Продолжение следует... Некоторые блюда русской кухни в ресторане «Пушкин». Да. И как вам? Мне очень понравилось. Я как будто перенеслась во времена самого Пушкина. Классический интерьер с книгами, красивой едой и водкой. И я знаю, что большая часть России уже есть в Пушкине. Ещё когда я жила в Китае, поэмы Пушкина были очень популярны. А когда вы в последний раз были в Китае? Где-то месяц назад, не так давно. А в прошлом году я снималась в Китае. Я спрашиваю, потому что читал, что китайское правительство лишило вас гражданства. Это старая история. Теперь, слава богу, всё хорошо. И я могу приезжать в Китай. А вообще, почему возникли проблемы? Из-за какого-то фильма с Ричардом Гиром? Почему вообще состоялся этот конфликт? Думаю, это из-за фильма «Красный угол», в котором была представлена китайская юридическая система. И мне было и приятно, и немного грустно от этого. И всё-таки приятно, что, значит, я хорошо справляюсь со своей актёрской задачей. И даже получила приз Национального совета кинокритиков США, как прорыв года. Но с политической точки зрения всё это было не так гладко. Ваши родители живут в Китае? Да. А почему они не переедут в США? У них прекрасная жизнь в Китае, вы знаете? Сейчас, наоборот, все едут в Китай. К тому же, они не говорят по-английски. Да и вся семья и друзья, в общем, вся их жизнь в Китае. Они приезжают меня навестить. Как часто? Не очень часто, так как я постоянно в разъездах. Скорее, я к ним приезжаю. Например, на китайский Новый год. Им нравится то, чем вы занимаетесь? Они смотрят фильмы с вашим участием? Иногда да, но в основном всё, что их волнует, это, когда же я выйду замуж. А про мою карьеру они чаще читают в газетах. Байлин снимается там, Байлин участвует в другом проекте. Они меня воспринимают как странную дочь, которая никак не выйдет замуж. По слухам, вы встречались с Микки Рурком. Это неправда? Вы не хотите об этом говорить? Я не знаю, как об этом говорить, потому что не хочу нарушать неприкосновенность чужой личной жизни. Хорошо. Но мне повезло повстречать многих суперзвезд Голливуда. И не только повстречать, но и познакомиться с ними поближе. У них у каждого своя интереснейшая история. Десять лет назад, в 2005-м, вы появились на обложке русского плейбоя. Серьёзно? Да, та же фотография, что и в испанском и американском плейбоя. Ваше первое появление на обложке было годом ранее, в 2004-м. А как отреагировали ваши родители? Это забавная история, так как я даже не смогла им сказать, потому что в Китае нет плейбоя. Этот журнал считается порнографией. И три месяца подряд я отказывалась сниматься. И потом мой менеджер сказал мне, «Байлин, все звёзды мечтают оказаться на обложке». А Хью Хефнер очень разборчив. И когда я купила плейбой в первый раз, я даже боялась открыть его на публике. Думала, что все будут глазеть на меня. Конечно, в Китае этот выпуск наделал много шума, и мне просто пришлось сказать семье. Моя сестра настояла, чтобы я рассказала маме сама. И я звоню маме, а она мне отвечает, «Я занята, перезвони мне позже». Я почувствовала дикое облегчение. А потом позвонила папе, и он сказал, «Да, я слышал, что ты на обложке какого-то журнала. Привези мне его в следующий раз». И я такая, «Ой, нет-нет». Так что это было непросто для меня решиться сняться в плейбое. Но, с другой стороны, я обрела еще большую уверенность в ощущении своего тела и вообще в понимании красоты человеческого тела как такового. Это дано нам природой, и мы должны гордиться этим, а не прятаться. Это естественно. Когда рождается ребенок, прежде всего он касается маминой груди. Так заложено природой. Это красиво, это любовь. Я заметил, что вы не скрываете своего тела. Ваш наряд довольно откровенный. Я прикрылась. Кто выбирает вам одежду? Я сама. У вас нет стилиста? У меня были стилисты, я всех уволила. Они всегда говорили мне, надень это, надень то. Но почему? Это же не подходит мне. Ну, ты понимаешь, сколько это стоит? Что это за дизайнер? А я говорю, мне все равно, это мне не идет. Я не какая-нибудь жертва моды, я из Китая. После того, как я снялась в фильме с Ричардом Гиром, я стала знаменитой. И на красной ковровой дорожке репортеры фотографировали меня и спрашивали, «Байлин, что на тебе надето?» Я отвечала, «На мне пиджак». Я даже не понимала, что они хотят узнать, от какого дизайнера моя одежда. Бренд. И мне это нравится. Я свободна, я не жертва моды. Я считаю, что дизайнеры работают для нас, а не наоборот. У любой кинозвезды есть несколько любимых историй. У вас есть история про Брюса Ли. Расскажите ее. Да, мне очень повезло сняться в фильме с Брендоном Ли, сыном Брюса Ли. В первом фильме, в котором я снялась, это был вестерн. Я даже не говорила по-английски. И как-то мы сидели в гримёрке с Брендоном, нас красили уже два часа, он учил меня играть в видеоигры. И в какой-то момент он спрашивает, «Так ты китаянка?» Я ему, «Ну да». А он, «И я тоже». «Нет, ты выглядишь слишком по-западному». Он такой, «Ну да, просто мой отец китаец». Ну, я спрашиваю, и чем же он занимается? Он кинозвезда, говорит, Брюс Ли. И тут я говорю, впервые слышу. Что просто удивительно, это же самый известный китайский актёр в мире. Он тоже был в шоке. Ты не знаешь моего отца? Я сказала, «Прости, но не знаю». Он выглядел очень расстроенным и слегка обескураженным. Мне стало как-то неловко. Тем же вечером я позвонила другу в Нью-Йорк и спросила, «Кто такой Брюс Ли?» Он сказал мне, «Ну, я же тогда ведь действительно плохо говорила по-английски. И вот на следующий день я подхожу к Брэндону и говорю, «На самом деле я знаю твоего отца, просто у меня плохо с английским. И я не была в курсе, что американское имя твоего отца – Брюс Ли. Но я, разумеется, знаю его как Лися Олуна. Так что я сначала накосячила, но потом исправила ситуацию». Пока вы делали селфи, я заметил татуировку у вас на спине. Всё это вы замечаете? Да, я обратил внимание на татуировку на ноге и на спине. Что они означают? Вот, пожалуйста, вы можете посмотреть. Здесь изображены Луна и Солнце, а на ноге Земля. Так что я смотрю на Землю сверху. Я над Землей. Я часто говорю, что я с Луны. Да-да, я это слышу. Поэтому на моей спине изображена дикая кошка, леопард. Дикое животное, свободно бегущее. Я вообще уверена, что в прошлой жизни я была диким животным, живущим на природе, красивым и грациозным, волшебным животным. Так что мои татуировки – это то, что мне близко. Насчёт Луны. Я помню, как на одном из интервью журналист спросил вас, откуда вы. Вы ответили, что вы с Луны. Мне показалось, что это был грубый ответ. Почему? Вы оскорбились, что журналист не знает, что вы из Китая. Зачем вообще этот вопрос? Поэтому так ответили. Вы очень проницательны, но дело обстояло не совсем так. Он спросил, откуда я. Я сказала, что я с Луны. Он тогда спросил, а как вы попали на Землю на самолёте? Я ответила, прыжками. Я совершила тысячи прыжков до Земли. А ещё добавила, что возвращаюсь туда по выходным. Он, конечно, подумал, что я сумасшедшая. Но я искренне верю, что в нашем мире много волшебства, и не всё мы можем увидеть невооружённым глазом. Я верю, что я ангел, который прилетел на Землю, чтобы поделиться своим даром. Даром актрисы или человека, который может дарить любовь и другие чувства, как любой человек. Вы также упомянули, что ваша мама тоже с Луны. Что это означает? Моя мама? Нет, я говорила о своей бабушке. Моя бабушка живёт там. Иногда, когда едешь по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе, видишь огромную Луну, как гигантский блин. Если у тебя грустные мысли или нерешённые вопросы, ты задаёшь их Луне. Я обращаюсь к своей бабушке. Ты сегодня такая красивая. Она говорит, я просто умылась. И всё. У меня больше не остаётся нерешённых вопросов. Это своеобразное духовное общение с моей бабушкой и с природой. Кстати, о Лос-Анджелесе. Я слышал одну странную историю, которая произошла с вами в Лос-Анджелесском аэропорту. Я понимаю, когда Вайона Райдер крала вещи в том же Сакс-5-й авеню, дорогие вещи. Но вас же поймали с журналом и упаковкой батареек стоимостью в 16 долларов. Странная история. Что вы этим хотели доказать? Это странная история, и многое там неправда. Я вам расскажу. Вас же арестовали. Дайте я расскажу. Я тогда поссорилась со своим молодым человеком. Я была в магазине и спросила продавца, где батарейки. Если бы я хотела их украсть, я бы уж точно не спрашивала. Я взяла батарейки и журнал. И мне позвонили. Я ответила на звонок и начала ругаться со своим парнем. Это был день Святого Валентина. И я стояла у двери, разговаривала по телефону и никуда не уходила. У меня был рейс. Я стояла спокойно, и тут ко мне подходит полиция и говорит, что вы делаете? Я ответила, я разговариваю по телефону. Они, что насчет товара? Я ответила, что сейчас оплачу, как только договорю по телефону. Они приказали мне не двигаться. Я спросила, что-то не так? Они сказали, что если я буду стоять на месте, они мне помогут. Неужели они вас не узнали? Еще как узнали. Но потом на мой рейс объявили посадку, я заторопилась. Они настаивали на том, чтобы я никуда не уходила. И когда они вернулись, там уже был фотограф, который быстренько все заснял. И полицейские увели меня. Я у них пыталась узнать, что я сделала не так. Но кажется, им просто нужна была скандальная история. Я даже не вышла из магазина. Вы можете в это поверить? Я настолько была вне себя, что даже потеряла дар речи. И естественно, сразу эта история появилась в новостях. Я ужасно расстроилась. Пропустила свой рейс. А у меня на следующий день были съемки. И мне было так стыдно. Меня сразу завалили сообщениями. И Джо Пэши, который был со мной тогда на съемках, сказал мне, Байлин, если ты звезда, всякое дерьмо норовит к тебе прилипнуть. Тебе надо просто оставаться собой и не обращать на это внимания. Он сказал, ты знаешь, что ты сделала. Ты знаешь, кто ты. Так что не парься. Я тогда была еще такой неопытной. Мне было очень грустно и неловко от всей этой ситуации. Я была совершенно беспомощной. Потому что мне даже не давали слова. И самое ужасное, что эта новость появилась потом везде. Кошмар. Это единственный случай, когда вас арестовывали? Вы смешной. Меня не арестовывали. И знаете, что самое забавное? Когда они вели меня на контрольный пункт, люди подбегали просить автограф. И я думала, господи, мир сошел с ума. Что я хочу сказать? Такое случается, когда ты известен, слава имеет свою обратную сторону. Так что ты должен это понимать и уметь с этим справляться. Даже Ричард Гир как-то сказал мне. Когда ты известен и популярен, это как солнце на закате, от которого длинные тени. Надо быть сильным и пережить это. Я просто хотела бы, чтобы люди были немного добрее и понимали, что я тоже человек. Когда-то знаменитость вокруг тебя. Всегда столько СМИ, столько камер, внимания. Это порой бывает очень сложно. Они порой перекрывают мой собственный голос. Но надо быть смелым и надеяться на человеческое понимание. Я знаю, что в социальных сетях, и в частности в Фейсбуке, ну, вы просто очень активны. Вы смешной. Вы хотите, чтобы я была такой злобной ведьмой? На Фейсбуке у вас есть фишка. Вы пишете печенька, а дальше вы вешаете свое предсказание. Я просто обязана сделать селфи с вами. Я снова обратил внимание на вашу татуировку, на вашу груди. Нет, просто эта фигня очень тяжелая и оттягивает майку. Итак, возвращаемся к печеньке. Да, что это означает? Если вы подписаны на мой Фейсбук или Инстаграм, вы будете следить за мной. Да, обязательно. То вы должны знать, что печенька, которая, кстати, без жира и без сахара, это очень важно. Печенька – это кусочек мудрости. Небольшой совет или мудрость, которой я делюсь со своими подписчиками, чтобы вдохновить их. Благодаря моей печеньке я спасла жизнь людям. Вы даже не представляете, это очень сильная штука. То есть это не связано с традиционным китайским печеньем и пожеланиями, которые подаются после еды? Вы имеете в виду печенье судьбы? Я о такой традиции узнала только, когда переехала в Штаты. В Китае такого нет. У нас нет такой традиции. Не может быть. Да, когда я увидела это в Штатах, я спросила, что это такое? У нас просто нет печеньки судьбы. Абсолютно. Ирония судьбы, да? Это поразительно. Мои печенька с пожеланиями – это такой более невинный, что ли, вариант печенья судьбы, и в то же время такая более глубокая штука. В сущности же, это небольшая печенька, которой я делюсь со своими друзьями. Говорят, что блюда китайской кухни в Европе или Америке на самом деле совершенно не те, что едят в Китае. А сама еда в американском китайском ресторане и в ресторане в Китае похожа? Или все же она отличается? Она абсолютно разная, потому что вкус китайской еды на Западе такой скучный и пресный. Один только соевый соус. 20 блюд, и все на вкус одинаковые. А в Китае еда – это искусство. Там так много ингредиентов. Это так вкусно. Ну все, я проголодалась. У вас тут есть китайская еда? В моем родном городе еда такая острая, объедение. А в западных ресторанах китайской кухни готовят какой-то странный вариант фастфуда. Это никуда не годится. Для того, чтобы попробовать настоящую китайскую еду, надо ехать в Китай. Давайте поговорим о фильме, в котором вы сейчас снимаетесь. Максимальный удар. В этой картине снимается еще одна кинозвезда китайского происхождения – Кельли Ху. Вы дружите? Мы хорошие знакомые, постоянно встречаемся на разных тусовках, но мы очень разные. Все-таки она больше американка. Да, она родилась на Гавайях. А меня в полной мере можно назвать представителем азиатской культуры. Мы абсолютно разные, так что для меня она ничем не отличается от других американцев, за исключением того, что она, разумеется, внешне похожа на китаянку. А так, как мне кажется, мы абсолютно разные, но мы неплохо ладим. А вы были знакомы до начала съемок? Да, мы пересекались на различных мероприятиях и вечеринках. Мы здоровались. Но не работали вместе? Нет, никогда. Это наша первая совместная работа. А как вам Америка? Вы чувствуете, что это ваша страна? Моя ли это страна? Ну, сейчас я вообще в Москве. Сейчас моя страна – Россия. Сейчас это мой дом. Я здесь буду жить, пить кофе вместе с вами. Конечно, обязательно. Вы такой обаятельный. Я знаю, а вы очень сексидают. Спасибо. Свободны для отношений? Свободны ли я? Да. А какой у вас любимый штат? Нью-Йорк или Калифорния? Просто, с моей точки зрения, это как разные страны, они настолько разные. Это точно. Я впервые прилетела в Нью-Йорк из Китая. Это был ноябрь, день благодарения. Я увидела здание, где дым шел из подвала. Я думала, ничего себе, здесь люди живут даже под землей. Это потрясающе. Нью-Йорк для меня был другим миром. В Китае достопримечательности можно увидеть прямо на улице. А в Нью-Йорке улицы не произвели на меня особого впечатления. Вся красота культуры доступна в музеях и оперных театрах. Метрополитен опера, Линкольн центр, Бродвей. Это все потрясающе. И при этом некоторые районы очень бедные и дико воняют. А улицы полны бездомных. А Лос-Анджелес больше для пенсионеров. Там идеально провести свою старость. Там очень комфортно жить. И я обожаю Европу. Например, в Москве такая архитектура. И обращаю внимание на здания, которые на самом деле вроде бы обычные, но выглядят как музеи. В европейских городах больше характера, глубины. Я чувствую культурную энергию, идущую, что называется, от земли. От того места, где вы живете. И питающую вашу страну, которая насыщена культурой и историей. Ваша страна родила стольких писателей, художников, композиторов. Я влюблена в Россию. Здесь я чувствую себя как дома. Может потому, что российская культура ближе по духу китайской. У наших стран долгая и непростая история. Мы много пережили. А теперь стали большими космополитичными державами. Поэтому я очень рада. И пришла поделиться этой радостью с вами. А вы скучаете по дому? Вы когда-нибудь думали вернуться в Китай навсегда? Ну совсем? Вот пока я в Москву переехала. На самом деле, в прошлом году я снималась в фильме в Китае, который назывался «Повелитель Шанхая». Но это же работа. Да, работа. Я жила и работала там около года. И таким же образом я решила поработать в Москве. У меня было сразу два предложения сняться в фильме. И мне пришлось выбирать. И одной из причин, почему я выбрала этот фильм, стало то, что съемки проходят здесь, в Москве. Для меня важно не только сняться в фильме, но еще жить полноценной жизнью. Это подарок судьбы. Я спросил про Китай, потому что я слышал страшную историю, которая произошла с вами, когда вы были подростками. Вы в курсе всех страшных историй, произошедших со мной? Ну это действительно ужасная история про то, как вам было 16 лет, и вас соблазнил какой-то генерал армии, или даже изнасиловал. Вы ее выдумали? Или это реально произошло? Это очень жесткий вопрос. Я действительно работала в армии с 14 лет. С 14 до 17 лет? Три года? Да, я играла на скрипке, пела и танцевала. Да, конечно, я была солдатом. И тогда я даже не знала, что такое секс. В Китае нет сексуального образования. Тебя никто не просвещает на эту тему. И книга, которую все солдаты читают, это норма поведения мужчины и женщины. Тебе не разрешается находиться в комнате наедине с мужчиной, когда генерал сказал мне выучить все эти правила наизусть, я стала интересоваться противоположным полом. И все, что произошло со мной тогда, поскольку я не имела представления об отношениях между мужчиной и женщиной, больше походило на сон, а не на реальность. И поэтому для меня это было такой большой травмой. Потому что когда ты знаешь, что есть хорошо, а что плохо, ты не воспринимаешь это как нечто ужасное. Ты относишься к таким событиям, как к случаю, происшествию, приключению, которое подарило тебе жизнь. И поэтому для меня вся эта история была историей взросления, в которой ты должен к чему-то привыкать. Я как-то приноровилась. Человек ведь существо из мира животных. Мы приспосабливаемся, мы движимы к каким-то интересам. Мы любопытны. Вы пытаетесь уйти от ответа. Если вы не хотите отвечать, хорошо. Я не пытаюсь уйти от ответа. Я делюсь своим опытом и ощущениями, своими переживаниями. И считаю, что они были частью жизни, частью процесса взросления. Познать мужчину, понять, что хорошо, а что плохо, что аморально, а что нет. Для меня это естественно. Я интересовалась мужчинами. Поэтому-то, что со мной тогда произошло, это не настолько ужасно, как представляют это другие люди. Это было бы неплохим сюжетом для фильма. Да. Ваша история могла бы послужить основой для фильма или даже книги. Вы когда-нибудь писали книги? Да, вообще-то я написала книгу. Она автобиографична? Знаете, один колумбийский писатель, написавший книгу «Сто лет одиночества», Маркес, кажется, так вот, в его романе воображаемое переплетается с реальностью. Они неразрывно связаны друг с другом. Я написала книгу. Вы возьмете трубку? Нет. Так вот, в моей книге повествование ведется от лица молодой девушки, но показано все как бы с разных ракурсов. Это очень захватывающее произведение. Я уже написала ее, но сейчас не самое лучшее время для публикации. То есть она еще не издана? Пока нет. Издательский дом Харпер Коллинз в Нью-Йорке проявлял интерес к моей книге. Но они сочли ее слишком настоящей, слишком сумасшедшей и слишком сексуальной. Я уверен, она станет бестселлером. Да. Наша передача заканчивается игрой. Вы видите маленький красный мешочек, в нем лежат четыре камешка. Вам надо выбрать один. Сейчас? Да. Мне надо закрыть глаза? Нет. Итак, это желтый. Золотой. Теперь выберите любую желтую камеру. Эту или эту? В образовании. Эту или эту? Пусть будет это. Отлично. Прочтите вопрос. Я могу помочь вам, если хотите. Это что, на русском? Да, это на русском. Так интересно. Выгоняли ли вас из клуба ресторана? Вас когда-либо выгоняли из клуба за плохое поведение? Ой, да постоянно. Да вы шутите. Раньше я много пила. То есть сейчас вы не пьете? Я пробовала водку здесь, в России. Еще бы, здесь вам придется пить. Раньше я обожала тусить по клубам, танцевать ночи напролет. Я была совершенно безбашенной. Я танцевала на столах. Даже в Германии я помню свою поездку в Берлин на Берлинский кинофестиваль. Я танцевала на столе, а в это время папарацци снимали меня на камеры. Я помню, что меня попросили слезть со стола, но со мной разговаривали очень вежливо. Это я тогда была совершенно отвязная. То есть они все-таки вас выставили из клуба? Да, они удалили меня из клуба через запасной выход, разумеется. Они не могли поверить, что я на такое способна. Как-то раз я танцевала на столе на вечеринке после получения премии «Золотой глобус». Но это уже совершенно другая история. Иногда во мне просыпается мятежный дух. Я надеваю мини-юбку и начинаю безумствовать. Я как будто сейчас сам смотрю фильм. Я не знаю, будут ли такие сцены в фильме «Максимал импакт». Я даже не спросил, у кого там Берлинг играет, но мне кажется, что фильм будет, в общем-то, неплохой, глядя на наш сегодняшний гость. Спасибо. 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 Я люблю тебя. Спасибо.